Алкоголизм, наркомания. Давно известно, что эти болезни нельзя вылечить насильно, пока сам человек не захочет жить трезво. Как вариант – реабилитационные центры. В основе их методик – трудотерапия, психология, социум. Но главный принцип – добровольное желание. То есть и летом, и зимой, и полный год, то есть каждый день происходит закаливание. Здесь нет огороженного забора. В отличие от других центров, вход для журналистов, родственников и не только – свободный. Во-первых, это и противопожарная безопасность, и во-вторых, это говорит об открытости центра. То есть к нам в любой момент могут приехать какие-то проверки, все это показываем, все рассказываем. То есть скрывать нечего. Объект не режимный, но режим для пары десятков человек расписан по минутам. Дежурство, терапия, отдых, индивидуальные групповые занятия. По методике «12 шагов» реабилитационный центр «Свобода» помогает нарко- и алкозависимым выздоравливать и возвращаться к нормальной жизни. Антону сейчас 29. В школе занимался борьбой впервые. По совету старших ребят попробовал на свай, затем марихуану и героин. Университет бросил, когда стал колодца несколько раз в день. Когда употреблял, ты просыпаешься и первое место в башке где взять и на что взять. Какое-то время я делал вид, что я бросаю, пытался сладить. Но это все недолго было. Я вновь возвращался к употреблению. Мне предложили поехать на Алтай. Антон приехал сюда с четкой целью освободиться от зависимости. Считает, самое сложное – признать, что наркотики сильнее тебя, поскольку многие не признают, что больны. Чтобы, во-первых, человек понял и осознал свою зависимость. Понял смысл трезвой жизни. То есть научился жить по-другому. То есть поменял свои внутренние принципы, убеждения. Чтобы поменял свою систему ценностей. Чтобы перестроился на новый лад жизни и вернулся в общество. Помимо трудотерапии, отмечают специалисты, немаловажный аспект – духовное развитие. Скоро здесь откроют православную часовню. Но и сейчас в центре насыщенная культурная жизнь. Например, с гастролями приехал театр «Факел», созданный на базе благотворительного фонда реинтеграции. Они показали интерпретацию повести Василия Шукшина. А поутру они проснулись, где в конце истории герои все-таки находят выход. Не хочу так больше. Не хочу себя жалеть. Что мне делать? В театре 13 актеров из бывших зависимых и их родственников. Вдруг Ольга сама долгое время употребляла алкоголь. В итоге работу потеряла. После курса реабилитации вспомнила профессиональные навыки и создала театр. Мы так собрались, нам комфортно выздоровлять вместе. И задачи у нас простые – социальная адаптация. Умение жить в этой жизни трезво, нормально и в комфорте. Их объединила общая беда. Но они на пути к выздоровлению. Главное для них – общение и взаимная поддержка. А еще поддержка со стороны близких родственников. Ведь для успешного исцеления бывших наркоманов и алкоголиков, по мнению не только руководителя театра, но и специалистов, занимающихся реабилитацией зависимых людей, очень важна роль семьи. Кстати, в этот реабилитационный центр, в отличие от многих других, родственники могут пройти свободно. Александр Захаров, Андрей Печоркин. Наши новости.